Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Сегодня мы с сестрой идём на Ваганьковское кладбище. И я хочу немножко рассказать о нём и поделиться своими воспоминаниями. Мы жили недалеко отсюда, и от остановки наши новые дома до метро Краснопресенская и Ваганьковского кладбища добирались на трамваи, которые я хорошо помню. Здесь похоронены даже наши прабабушка и прадедушка, которых я тоже очень хорошо помню. Были совершенно неординарные люди, разночинцы, но о них я расскажу в следующий раз. Храм, который вы видите в воскресенье Славущего, работает с 1831 года и никогда не закрывался, даже после революции 1917 года. Ваганьковское кладбище наряду с Новодевичем одно из двух самых известных кладбищ Москвы. И если Новодевичье – кладбище для тех, кого признали власти, то на Ваганькове покоятся люди, снискавшие народную любовь. Кладбище, хотя и место для покойников, всегда принимало участие в жизни живых. Ваганькова не исключение. Здесь проходили романтические рандеву между Александром Герценом и его будущей женой Натальей. «Мы встретились на кладбище. Она стояла, опершись на надгробный памятник, и говорила о Богореве. И грусть моя улеглась. До завтра, – сказала она и подала мне руку, улыбаясь сквозь слезы. До завтра, – ответил я, – и долго смотрел след за исчезавшим образом ее. Трудно поверить, но кладбище иной раз служило и подиум для модели художника. Илья Репин писал в мемуарах, уговорил Сурикова поехать со мной на Ваганьковское кладбище, где один могильщик был чудо-тип. Суриков не разочаровался. Кузьма долго позировал ему. И Суриков при имени Кузьмы даже впоследствии всегда чувством загорался от его серых глаз, коршуньичьего носа и откинутого лба». Кладбище было и исповедальней, и биржей труда, и местом для романтических объяснений, и даже площадкой для митингов. Первый памятник, который видят посетители – огромная фигура на могиле Владимира Высоцкого. В свое время было предписание захоронить Высоцкого в каком-нибудь глухом углу. Но директор кладбища, большой поклонник творчества Владимира Семеновича, поступил ровно наоборот, за что поплатился своим хлебным местом. Второй по популярности захоронения – Сергей Есенин. У него здесь двойная могила. Спустя год после смерти поэта здесь, на Есенинском холмике, покончил с собой влюбленный в Есенина до полного самозабвения Галина Бенеславская. Эту могилу описывал в романе «Страх рыбаков». Неподалеку была могила Есенина, и кто-то читал возле нее стихи. Когда бы ни приезжала Варина Ваганькова, зимой, летом, весной, осенью, всегда стояли люди, всегда читали есенинские стихи. Хоть и запрещали его книги, хоть и называли кулацким поэтом, обвиняли в упаднических настроениях, а вытравить любовь к нему не сумели, не смогли. Разумеется, Высоцким и Есениным список знаменитостей здесь захороненных не ограничивается. Декабрист Михаил Бестужев, писатель Вениамин Каверин, художники Василий Суриков, Василий Пукерев, Аристарх Лентулов, дирижер Евгений Светланов, режиссер Всеволод Мирхольд, актеры Александр Абдулов, Олег Даль, Михаил Кононов, Георгий Юматов, Спартак Мишулин, Леонид Филатов, тренер Анатолий Тарасов, футболист Николай Старостин, фигуристка Людмила Пахомова и еще много-много других, которых мы помним и любим, и к которым часто приходим. Режиссер Юрий Завадский должен был в соответствии со всеми своими титулами упокоиться на Новодевичьем, но в завещании он четко указал только Ваганькова. Государственные чиновники с самого высокого уровня настаивали на строгом соблюдении кладбищенской иерархии, но в конце концов победила последняя воля покойного. Это кладбище возникло в 1771 году. Некогда здесь проживали скоморохи и шуты, которые ваганили при царском дворе. Впоследствии от названия местности по всей видимости произошло название кладбища. Возможно, именно поэтому на здешнем кладбище подчас случаются истории, которые так и напрашиваются в анекдот. Впрочем, это относится к области знаний, в которому простому смертному проникнуть не дано. Ваганьковское кладбище самое обширное и наиболее посещаемое московское. Весной после Пасхи, когда зазельнеет трава, и в теплые ясные дни осени, как сейчас, когда золотые листья кружатся, мелькая в воздухе, осыпая могилы, на Ваганьковском кладбище по аллеям двигаются густые толпы народа. Кладбище это известно всей Москве, хотя оно не отличается ни богатством памятников, ни красотой, местоположением или планировки. Спасибо, что были со мной, мои дорогие друзья. А я с вами прощаюсь до следующего видео. И хочу, чтобы эта неделя была для вас наполнена маленькими приятными сюрпризами. До свидания, мои дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова